Дальше мы видим еще ряд профилей, которые чем ниже, тем более отличаются от исходных профилей. Вот, допустим, 1-2, то есть правая половинка линии приподнята над левой. 2-3, та же самая картина, только повыше. 3-4, 4-5. Итак, это наклон на 1 единицу. Левая половинка, левый полюс ниже правого полюса на 1 единичку, если это представить себе визуально. В этой группе мы видим обратную картину. Правый полюс на 1 единичку выше левого полюса. Но форма одна и та же. Здесь мы видим отличие уже на 2 единицы. Здесь мы видим отличие на 3 единицы. Таким образом, можно предположить, что машина сделает 7 кластеров. Но надо учесть, что помимо формы распределения, машина учитывает и наполненность каждого профиля, вес каждого профиля. Мы видим, что первая группа профилей с горизонтальным видом имеет подавляющее большинство респондентов. Чем ниже, тем реже встречаются. Самые отличные от горизонтального профиля, самые отличные два профиля, они встречаются всего лишь по одному разу. Поэтому, скорее всего, машина не сделает из них отдельные кластеры. Поскольку в долях единичка от 1612 – это очень мало. Итак, посмотрим, как работает машина. Запускаем иерархический кластерный анализ. Переменные. Попросим сохранить. Range от 2 до 9 кластеров. Метод х квадрат. Я ставлю метод объединения within group, поскольку он не привязан к какой-либо форме кластера. О характеристиках разных методов объединения, группировки вы можете, опять же, посмотреть на сайте в разделе «Описание принципов работы». Вот они.